Добрый вечер! В эфире актуальное интервью в студии Светлана Гражданкина. И сегодня у нас в гостях начальник ноябрьского пенсионного фонда Ирина Карпова. Ирина Александровна, добрый вечер! Здравствуйте! Для начала скажите, пожалуйста, сколько за последние годы наша страна пережила пенсионных реформ? Вы знаете, в настоящее время мы с вами живем по реформе, которая стартовала в 2002 году. Вот уже 10 лет прошло, и те меры, которые были намечены, практически были все исполнены. Но, тем не менее, хотела бы обратить внимание, что в 2002 году планировался, допустим, принять большой пакет документов, которые бы у нас обеспечили реализацию этой пенсионной реформы. Но не все так из них были приняты. Поэтому вот сегодня уже принята стратегия пенсионной системы, которая называется 2030. Она рассчитана до 2030 года. Мы в нее вступили в прошлом году. И, значит, сегодня тоже ждем, что будет принят целый пакет нормативно-правовых документов, которые нам уже конкретно пояснят, как будет развиваться вот эта новая реформа, по которой нам предстоит жить в ближайшее десятилетие. Что касается последней пенсионной формулы, о которой очень много речи сейчас идет, вы можете пояснить, в чем ее основные положения и чем она отличается от той системы, которая существовала до этого? Сегодня, когда мы рассчитываем пенсию, для нас ключевыми понятиями являются три понятия. Это наш страховой стаж до 2002 года, заработная плата за определенные периоды тоже до 2002 года и страховые взносы, которые работодатель отчисляет с 2002 года по настоящее время. Почти те же самые параметры участвуют и в новой формуле тоже, только они по-другому расположены. Нам также важен наш страховой стаж. Чем больше он, тем лучше. И не только до 2002 года, а на протяжении нашей всей длинной трудовой жизни. Чем он больше, тем будет полновеснее наша пенсия. Второй параметр, который тоже сегодня участвует в расчете пенсии, это наша средняя заработная плата. Если мы раньше говорили, что в старой формуле зарплата была важна, допустим, за 2000-2001 год, либо за любые пять лет подряд до 2000 года, то по новой формуле каждый год важен. Каждый год. То есть получается, что сегодня у нас одна формула, и мы под нее подогнали какие-то коэффициенты, и все замечательно, мы рассчитали пенсию. То сегодня получается, за каждый год будет определенная формула, мы за каждый год считаем, а потом все это суммируем. Поэтому сегодня разработчики говорят о том, что полновесная эта формула может заработать только тогда, когда человек на работу пришел с 1 января 2015 года. Те люди, которые начали трудиться до 1 января 2015 года, у них пенсия будет рассчитываться и по старому законодательству, и по новому тоже. Еще бы хотела тоже обратить внимание, знаете на что? Что мы сегодня формулу смотрим, она, конечно, очень такая усредненная, как говорят, средняя температура по больнице. Она не отражает сегодня наши льготы, северные льготы. Она не отражает сегодня льготу тех профессий, которые тоже дают право человеку выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. И поэтому сегодня к нам, к северянам, мы пока эту формулу даже применить на 100% не можем. И пока еще нам не дают даже того механизма, который бы позволил нам северянам рассчитать пенсию. А у нас вот в ноябрьске, во всяком случае, 95% граждан выходят на пенсию раньше общеустановленного по стране возраста. Поэтому пока мы еще эту формулу к себе не применяем в полном объеме. Ну, то есть, теоретически, если ее применить сейчас, то люди, получается, потеряют часть пенсии. Да, конечно. Да, совершенно верно. Вы видите, у нас же, получается, несколько параметров сегодня для нас важны, чтобы выйти на пенсию раньше, чем общеустановленный возраст. Это наличие стажа северного 15 лет и более. Это для женщины необходимо общего страхового стажа 20 лет, для мужчины 25 и достижение возраста. Женщине 50 лет, мужчине 55 лет. Как это будет рассчитываться по новой формуле, пока еще неизвестно. Но, тем не менее, в стратегии указано, что для граждан, которые выходят на пенсию по закону раньше общеустановленного возраста, будут применены особые механизмы. То есть, о нас с вами не забыли. И стратегия это тоже учитывает. А как много у нас горожан попали в такую ситуацию не очень приятную, когда их работодатель как раз-таки не только, может быть, не выплатил страховые взносы, но еще и не подал сведения о них? К сожалению, таких людей на сегодняшний день подсчитать фактически не представляется возможным. Именно по той причине, что работодатель за них и не отчитался. В отношении тех людей, за которых отчетность произведена была, с ними, конечно, проще. Мы сегодня знаем их четкую численность, это первое. Во-вторых, мы знаем количество денег, которые предприятия должны были за них уплатить. И количество средств, которые должны были быть разнесены на их лицевые счета. Вот здесь нормально все обстоит дело. Единственное, что хотела бы отметить, что сегодня у нас более 40 предприятий имеют задолженность перед нами больше, чем 500 тысяч рублей. И вообще общая задолженность за последний буквально год выросла почти до 600 миллионов рублей. Это цифра колоссальная. И эти средства, к сожалению, сегодня федеральный бюджет вынужден пенсионному фонду выплатить за счет своих резервов. То есть эти деньги, которые могли бы быть потрачены на какие-то другие нужды федеральным бюджетом, на нас, на всех, на всех граждан России, вот они сегодня компенсируются пенсионному фонду как раз вместо тех денег, которые должны были бы уплатить работодатели. Ирина Александровна, давайте поговорим с вами о программе государственного софинансирования пенсии. 1 октября прием заявок был завершен. Что касается ноябрьска, сколько наших горожан поучаствовали в этой программе? И если учесть, что человек, допустим, максимально возможный взнос вносит, можно рассчитать конкретную надбавку к пенсии, которую он будет получать? Теоретически можно. Вот хотел бы вообще обратить внимание на эту программу. Она, конечно, уникальная вообще по своей природе, потому что такого не было в нашей стране никогда вообще. Что человек вносит свою какую-то определенную денежку, а государство удваивает эту денежку за счет своих средств. И сколько нам дали? С 2008 года дали право нам в течение пяти лет подумать, вступать в эту программу или нет. Больше 3600 наших ноябрян в эту программу вступили. И уплачивают свои добровольные взносы, государство их софинансирует. Вот. Цифра, может быть, на сегодняшний день по масштабу города небольшая, но по стране уже почти 15 миллионов человек в этой системе участвуют. И я полагаю так, что они будут иметь, в общем-то, такую хорошую прибавку к своей пенсии. Сегодня мы начали уже ее выплачивать. Только несколько в ином виде, чем вот как бы изначально предполагалось, когда речь пошла о выплате пенсионных накоплений, законодатель нам предложил три вида выплат. Либо срочная выплата, это тогда, когда мы сами с вами, как граждане, определяем, в течение какого времени мы бы хотели получать дополнительные вот эти деньги в виде накопительной части пенсии. Либо непосредственно второй вид, сама накопительная часть пенсии, когда мы рассчитываем ее так же, как страховую. Либо эти средства, если небольшие, то мы выплачиваем их гражданам в виде единовременной выплаты, то есть общей суммой. И сегодня вот люди, которые там год-два поучаствовали, не накопили слишком больших каких-то денег, это люди уже такого зрелого поколения, они обращаются, они в виде единовременной выплаты получают эти деньги. Выплаты совершенно разные бывают. Если только за счет пенсионных накоплений, то это вот где-то в пределах 18-20 тысяч рублей, если они работали в 2002-2004 годах. И, значит, если с учетом вот как раз добровольных страховых взносов и государственного софинансирования, то эта сумма, конечно, прибавляется на 24 тысячи в год, уплаченных самим гражданином. Ну, это я считаю, как бы даже единовременно это приятно. Если сегодня мы будем говорить о накопительной части пенсии в целом, и вот гражданин 10 лет участвовал, по 12 тысяч платил сам, 12 тысяч ему добавляло государство. Без учета инвестирования накопилось 240 тысяч рублей, допустим, у гражданина. И он на сегодняшний день имеет право получать это в виде накопительной части пенсии. Вот эта часть пенсии, вот 240 тысяч, будут разделены на период ожидаемой выплаты пенсии. Сегодня мы делим на 240 месяцев. И, значит, вот такая прибавка будет. Это получается тогда вот где-то в среднем по 1000 рублей, да. Но мы с вами здесь не посчитали вообще еще и инвестирование, которое за 10 лет тоже набежит. Это, в общем-то, капитализация тех же денег, которые у нас копятся на нашем индивидуальном лицевом счете. И, разумеется, там сумма тоже приличная такая накопится. И напоследок посоветуйте вот горожанам, как реально они могут, какие шаги предпринять сегодня, чтобы в будущем увеличить размер своей пенсии. Ну, как я уже сказала, что наша пенсия зависит от нашего страхового стажа, от заработной платы. Следовательно, нам с вами, особенно молодому поколению, необходимо на сегодняшний день трудиться совершенно с официальным оформлением своих трудовых отношений. То есть с оформлением трудового договора. Это первое. Второе. Необходимо, чтобы заработная плата гражданину была, значит, сколько начислена, столько и выплачена. Следовательно, работодатель будет обязан начислить страховые взносы на полную его зарплату. То есть не соглашаться на зарплату в конвертах. Человеку нужна зарплата белая, официальная. Это один шаг. Сегодня призывать участвовать в программе добровольного софинансирования уже как бы смысла не имеет. Но все 3600 человек, которые вступили в эту программу, необходимо все-таки для себя решить, что уплачивать деньги по этой программе, уплачивать добровольные страховые взносы нужно. Это тоже полезно. Это тоже отразится на размере будущей пенсии. И последний шаг. Сегодня о нем не так часто говорят. Но мы с вами ведь имеем право сегодня сформировать себе негосударственную пенсию самостоятельно за счет своих личных средств, личных накоплений. Негосударственные пенсионные фонды, их сегодня работает на рынке более 100, они все аккредитованы. Они имеют сегодня лицензию Пенсионного фонда России. За ними очень тщательно, за их деятельностью следит Министерство финансов в лице специализированного депозитария. Поэтому вложение туда совершенно надежно и безопасно. И мы можем там себе сформировать негосударственную пенсию. Там достаточно интересные такие условия. Можно зайти на сайт любого из негосударственных пенсионных фондов, поинтересоваться, созвониться, если есть какие-то вопросы, прийти к нам лично на прием. Мы тоже разъясним многие позиции, которые будут гражданину неясны. Собственно говоря, вот и все, что нужно сделать сегодня для того, чтобы обеспечить себе свое пенсионное будущее. И я думаю, что если человек задумается и вот эти вот как минимум 4 меры предпримет, то в общем-то он за свою старость может быть спокоен. Спасибо, Ирина Александровна. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях была начальник Ноябрьского управления Пенсионного фонда Ирина Карпова. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»